Тверская область начала подготовку к единому дню голосования, который намечен на 19 сентября. В этот день в Верхневоложье завершится сразу несколько избирательных кампаний, в том числе выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации, губернатора Тверской области и депутатов регионального законодательного собрания 7-го созыва, а также основные дополнительные выборы депутатов представительных органов на территории как минимум 12 муниципальных образований Тверской области. В избирательной комиссии Тверской области начинается горячая пора. В этом году в Верхневоложье пройдет сразу несколько избирательных кампаний разного уровня. Жителям региона предстоит выбрать депутатов Государственной Думы, губернатора, депутатов законодательного собрания области. В общей сложности осенью этого года будет замещено 238 мандатов. Выборы депутатов Госдумы России в Тверской области будут проводиться в двух округах. Тверском — 179-м и Заволжском — номер 180. Выборы губернатора в едином избирательном округе, территория которого вся Тверская область. В законодательное собрание региона предстоит избирать 40 депутатов, 20 по одномандатным избирательным округам и 20 в составе региональных списков политических партий. Хочу обратить внимание, что не только область делится пополам дальше, но и муниципалитеты отдельные разделяются между двумя округами. Так у нас Калининский район, часть поселений, часть территории уходит 179-й, часть 180-й. И город Тверь также уникально у нас следующий распределяется. Заволжский район уходит 180-й округ, а три другие районы — это 179-й округ. Если разделение Твери и Калининского района на два округа для избирателей уже не новость, то будет в нынешней кампании то, что можно назвать своего рода новинкой. К примеру, не исключено, что по аналогии с голосованием по поправкам в Конституцию, нынешние выборы будут проходить также в течение трех дней. Решение о формате проведения голосования примет Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Еще одно возможное новшество — дистанционное электронное голосование. При подготовке к федеральной кампании, где ЦИК является организующей выбором, Центральная избирательная комиссия очень осторожна, очень вдумчива и взвешена. Вот сейчас проходит тестирование, а по итогам тестирования будет принято решение, в скольких субъектах данное голосование будет применяться как один из видов голосований, одной из возможностей реализовать свое активное избирательное право для наших избирателей. В настоящее время идет тестирование этой системы, а поучаствовать в этом может любой желающий. Для этого нужно с 21 апреля до 7 мая на портале госуслуги.ру оформить соответствующее заявление. Дистанционное электронное голосование в перспективе будет применяться на всех выборах в России. По словам Валентины Дроновой, оно не заменит полностью традиционные формы волеизъявления, но станет одним из самых современных, удобных, доступных и безопасных во всех отношениях видов голосования.